Аудиокнига записана специально для сайта кинотеатра Охотника. Дикая кошка. Что касается дозвериного промысла, то как не сказать чего, чего только нет в богатом Забайкалье. Особенно за камнем, как здесь говорят, то есть, по и сью сторону яблонового хребта или в восточных его покатостях. И действительно, здесь даже в изобилии водятся дикие лесные и степные кошки, которые в других частях света или весьма редкие или вовсе не водятся, хотя и в здешнем крае дикие кошки живут только в южной его половине, а в северной их нет, зато в последнее множество песцов и изредка попадаются бобры, которые в южной не встречаются. Жалею, что мне не удалось побывать в северной Сибири, а потому и не довелось познакомиться с ее обитателями, вот почему я умалчиваю о песцах и бобрах, а хотелось бы посмотреть на них, особенно на последних, как охотнику и наблюдателю. Приехав сюда из России страстным молодым охотником, я первым долгом расспрашивал здешних промышленников о зверях и птицах, наводняющих Забайкалье, и слыша от них в одушевленных рассказах названия зверей и птиц, знакомых мне со школьной скамейки только по тощим научным описаниям, я совершенно терялся, не находил ответов на вопросы рассказчиков, которые, в свою очередь, старались узнать от меня о России, я глотал каждое слово из их повествований, показавшихся мне в то время чрезвычайно оригинальными и типичными, и закидывал вопросами. А что делалось в это время с моей молодой душой? А, господа, положение ее в состоянии определить только охотники, которые, быть может, посочувствуют мне в этом и скажут, она, вероятно, мысленно носилась по горам и долам глухой сибирской тайги, любопытным глазом страстного охотника заглядывала в ее темные непроходимые уголки, чтобы ближе познакомиться с ее обитателями и составить о них свое собственное понятие, ибо только свои убеждения и заключения, основанные на фактических данных, сильнее молодят и тревожат постаревшую душу. И справедливо, если они так скажут и позволят мне еще прибавить, что только свои наблюдения и сладкие, что я, кроме глухой тайги, мысленно облетал еще поле, речки, озера и широкие волнующиеся даурские степи, ломящиеся под тучными табунами и стадами, с их вечно курящимися конусообразными закоптелыми юртами здешних кочевых туземцев. Словом, мысленно в то время я побывал везде, составил себе смутное понятие обо всем, не вывел ничего положительного и потом. Потом что? С нетерпением стал ожидать действительности. Но виноват, читатель, бога ради извини за отступление, заболтался я, вспомнив прошлые радостные минуты, и забыл настоящее, совсем из головы вон, что начал с тобой беседовать о дикой кошке, вот что значит иметь впечатлительную натуру, беда старая это вспомнить. Недаром и пословица на это есть, как бешена. Вот и опять было заболтался. Экая дурная слабость. Я уже сказал, что здесь диких кошек различают двух родов, 21, лесных и степных, 47, последние по образу жизни, нраву, фигуре и добыванию ничем не отличаются от первых и встречаются реже лесных. Дикая кошка недаром получила свое название, она чрезвычайно дико, а видом, манерами, движениями, характером и образом жизни сходна с домашней кошкой, но дикая несравненно больше домашней, длиннее корпусом, свирепее и отважнее. Некоторые из них достигают иногда до величины средней дворовой собаки, только ниже ее на ногах. Дикие кошки имеют круглую голову со стоячими острыми ушами и быстрыми, живыми, весьма подвижными глазами, короткую тупую морду, короткое гибкое тело, короткие ноги, лапы с выдвижными когтями, которые прячутся в кожу в спокойном состоянии по произволу и при ходьбе животного, а потому всегда остаются острыми, они выдвигаются только при нападении, обороне и взлезании на деревья, язык диких кошек шероховат и подобен мелкому терпугу. Здешние кошки покрыты длинную пушистую и мягкую шерстью, которая наиболее длинна с боков головы, под ушами и по бокам туловища, сверху же головы и на ногах, самая короткая. Цвет шерсти на голове, шее, лопатках, спине, пахах, наружных частях ног и на хвосте, желтовато-черный, несколько сероватый, с просвечивающими белыми волосками, кроме того, на этих частях местами пробивается отдельно светло-желтая шерсть, которая придает пестрому меху приятный оттенок. У некоторых кошек за ушами заметны желтоватые пятна, а начиная с головы, по шее, хребту и частью на боках замечаются черные полоски, независимо же от них за ушами и по бокам шеи тоже видны мелкие темные струйки. Конец длинного и пушистого хвоста почти черный, а далее к корню его идут черные кольца, число их бывает различно, у некоторых от пяти до шести, а у других доходят и до десяти колец, которые, приближаясь к корню хвоста, делаются все темнее и темнее. На ногах заметны тоже мелкие кольца такого же цвета. Брюшко, грудь и внутренние части ног желтоваты, с выглядывающей черной и белой шерстью. Дикие кошки бывают так разнообразны, что мало походят друг на друга по цевету шерсти. Даже дети одного помета, от одной матери, различны по виду. Молодые дикие кошки не столь красивы, как старые желтоватой шерсти, у них меньше, а больше белый и рот, как бы вроде опушки или каймы, окружен белой шерстью. Кожа на губах и подошлых ног большую частью бывает черная, как у молодых, так и у старых. Лапы диких кошек совершенно круглые, как у домашних. Они ходят нога в ногу, как лисицы, след их круглый, с ясными отпечатками мякишей пальцев, сходный с рысьем, только несколько меньше. Дикие кошки одарены острейшим зрением и тончайшим слухом, малейшие движения, едва произнесенный писк птички или мышки не скроются от промышляющей дикой кошки, зато обоняние их, в сравнении с другими зверями, слабо. Движения кошек весьма быстры, легки и грациозны, в этом они похожи на рысей, но в движениях кошек больше свободы, по деревьям они лазят удивительно быстро, а по полу бегают чрезвычайно скоро. Но, так же как и рыси, скоро устают, почему на ровном месте легкие собаки скоро их догоняют. Лесные дикие кошки, пробежав несколько десятков сажен, обыкновенно заскакивают на деревья или прячутся в пустоты и расселены россыпи и утесов, но степные кошки в состоянии бежать от преследований собак доля, нежели лесные, и если не успеют заскочить в чьи-нибудь норы, то обертываются, ложатся на спину и жестоко защищаются чрезвычайно острыми когтями и зубами. Это же делают и лесные кошки, если они будут захвачены собаками на чистом луговом месте и не успеют заскочить на деревья. Одной собаке ни за что не задавить взрослой дикой кошки, она чрезвычайно живущая, как говорят простолюдины и действительно, не видавши, трудно поверить, чтоб это животное, по-видимому нежное, тонкое, тщедушное, могло переносить страшные побои. Часто дикая кошка, раненая пулей, с торчащими из раны внутренностями, получив несколько тяпков от собачьих зубов и столько же полновесных ударов от охотника, облитая вся кровью, еще сердито защищается и не поддается осверепевшим собакам. Только смертельная рана в голову или грудь винтовочной пулей принудит дикую кошку упасть с дерева. Менее же вредная рана заставит охотника выстрелить в кошку еще раз, ибо она, полумертвая, падая с дерева от первой пули, успеет захватиться своими острыми крючковатыми когтями за ветви и, быть может, повиснет на воздухе, но все-таки не упадет на землю, если же она как-нибудь оборвется, то, упав на пол, никогда не ушибется, потому что она успеет в воздухе перевернуться из невыгодного положения и упадет всегда на ноги, а собравшись с силами, снова тотчас заскочит на дерево. Случается, что она, будучи ранена, полетит с дерева, успеет пойматься когтями за ветки, повиснет на них, держась иногда одним когтем, пропадет в таком положении и все-таки не упадет на землю. Лесную дикую кошку труднее задавить собаками, но легче убить из ружья, нежели степную, ибо первая, завидя собак, тотчас старается скрыться в какую-нибудь щель, пустоту, глубоко забиться в трещину, залечь в выгора под корни больших дерев, заскочить на мохнатое дерево и прочее, тогда как широкая голая степь этих удобств не представляет, там одно спасение, скоро попавшаяся чужая или своя нора. Дикая кошка, застегнутая собакою врасплох, тотчас храбро защищается, ложится на спину или садится назад, прыскает и жестоко царапается, если же видит врага по своим силам, например молодую неопытную и боязливую собаку, то, чтобы скорее прогнать ее, сама еще с ожесточением бросается на своего врага и часто успевает в своем намерении. Дикая кошка зла и отважна, при обороне не боится человека, почему к раненой кошке или растянутой собаками охотнику не следует подходить зря, тем более без всякой обороны. Голос диких кошек ничем не отличается от дворовых, они также мяукают и урчат, как домашняя, только как-то грубее и дичее. Во время течки, бывающие у них обыкновенно в феврале месяце и редко в первой половине марта, часто слышат их голоса, особенно по ночам, которые, раздаваясь по лесу, кажутся чем-то особенным, диким, волшебным, наводящим страх и уныние на робкую, а тем более суеверную душу. Не служили ли отчасти эти дикие звери началом создания лесовиков и других мифических образов в пылком воображении суеверного простолюдина? В здешнем крае дикие кошки держатся преимущественно около россыпей и утесов, в скормаках, как говорят некоторые промышленники, выражаясь туземно, в удалении от жилых мест. Они поселяются обыкновенно в расселенных утесах, в пустотах между плитами и валунами россыпей, в пещерах, а на ровных местах более в древесных дуплах, в степях же, по оврагам, в земляных трещинах и редко в торбоганьях норах. Дикая кошка пуглива и недоверчива, а потому, почуяв хотя случайное приближение к ее гнезду, она тотчас переменяет место своего жительства и переселяется в другое, хотя иногда и неподалеку от первого, особенно она это делает в то время, когда у нее есть котята, которых она переносит в зубах, если они малы, или уводят, будя велики. Когда же она заметит, что человек только раз побывал около старого ее гнезда, как бы не имея злого умысла на ее шкуру, она иногда возвращается на старое пепелище. Во время их течки за одной кошкой ходят по нескольку котов, которые жестоко ссорятся между собой за любовь с самки, так что кровь льется из тела и шерсть летит клочьями, а сколько при этом шуму и крику. Словом, в этом случае дикие кошки нисколько не отличаются от домашних, а по образу жизни сходны с рысью и частью соболем. При неравной драке слабейший обыкновенно спасается бегством на деревья, но победитель нередко преследует его и там, так что тот несчастный любовник поневоле оставляет свои замыслы на сладострастные супружеские связи и поспешно убирается куда-нибудь подальше от своего сильного соперника. Совсем другое бывает, если самцы равносильны, жаркая драка продолжается между ними до тех пор, пока они оба выбьются из сил и окровавленные, оборванные, машинально разойдутся в стороны до новых припадков сладострастия и заискивания расположения и ласки прекрасной особы. Это последнее, оплодотворившись с котами, ходит чреватую 9 недели к концу апреля или в начале мая приносит уже молодых, которые родятся слепыми в числе 3-10, 4-10 и редко 5-ти. Маленькие котята, проглянув и немного окрепнув, очень красивы, резвы, игривы и грациозны. Воспитание молодых котят чрезвычайно сходно с выкармливанием молодых рысей. Дикие кошки питаются преимущественно жирностью, а падаль, или упасть, как здесь говорят, едят только в случае крайности, они вполне хищные животные, ибо растительной пищи вовсе не едят. Мелким птичкам, тетеревам, куропаткам, ряпчикам и глухарям они наносят страшный вред, пожирая не только молодых птенцов и ловя маток, но и таская их яйца. Полевых мышей они потребляют во множестве, особенно степные кошки, ловят даже зайцев, старых и молодых, и пожирают анжиган как у диких козуль, так и у коборок. Большим зверям, например козулем, сильные коты прыгают на спину и как рыси грызут затылок. После неудачного прыжка кошка более не преследует животных, а отыскивает новую добычу, она настолько велика и сильна, что без особого затруднения справляется с большими дикими козлами. На промысел дикие кошки выходят преимущественно ночью, а днем прячутся, хотя лесные кошки в местах уединенных любят сидеть и днем, притаившись на деревьях, откуда, высмотрев добычу, вдруг на нее бросаются с неимоверную быстротою. Одним словом, дикая кошка для мелких птичек и лесной дичи есть такой же бич, как лесная куница, а в ловле и пожирании мышей не уступит ловкости и аппетиту любой лисице. Некоторые промышленники утверждают, что им случалось добывать степных диких кошек, в которых они находили до 10 и более проглоченных мышей. Мех диких кошек прочен и тепл, но по своей пестроте и малочисленности кошек малоупотребителен, а потому и цена на эти меха низкая, так что из первых рук шкуру дикой кошки можно купить за 50 и 60 копеек. Сер, здесь меха диких кошек мало идут в продажу и потому не играют важные роли в торговле. Честью эта пушнина отправляется в кяхту и там обменивается китайцам на их произведения, как тэ чай, канфы, полушелковице и шелк и проч. На месте меха эти употребляются жителями края, преимущественно туземцами, на теплые шапки и воротники. Маньчжуры, да и вообще племена, живущие на границе с российскими владениями в пределах Китая, любят пестрые меха, русские промышленники хорошо это знают и при случае сбывают им шкурки диких кошек и рысей за дорогую цену, так что шкурка дикой кошки нередко уходит за 3 рубля серебром. Мясо диких кошек в пищу не употребляется даже и здешними инородцами. В Забайкалье за дикими кошками особого промысла нет по их редкости и малому значению в торговле. В южной его половине их добывают случайно в различные поставушки, устроенные для ловли других зверей. Чаще всего они попадают в козьи огородные пасти, смотри статью козули, реже на козе, волчи, лисии, кабарожьи, луки, особых же ловушек собственно для диких кошек здесь почти не приготовляют. Разве, найдя их гнездо, некоторые делают около самого лаза или на тропе, по которой зверь обыкновенно ходит, какие-нибудь ловушки, как-то, ставят капкана, рубят пасти, но кошки в них мало попадают, они хитрые и недоверчивы, а промышленники, быть может, не мастера этого дела. Само собой разумеется, что сибирский промышленник, случайно встретившись с дикой кошкой, никогда не пропустит удобного случая убить ее из винтовки, а найдя свежий ее след, пустить на него собак, отыскать кошку, загнать ее на дерево и убить или затравить собаками. В тех местах, где они водятся в изобилии, охотники подманивают их, как лисиц на писк, сходный с писком мышей, и бьют их из ружей, потому что дикие кошки, заслыша его, тотчас являются к охотнику, но, заметя ошибку, мгновенно убегают. Почему стрелку нужно быть наготове и при первом удобном случае стрелять немало немедля, в противном случае, испугав кошку, трудно отыскать ее вторично. Словом, охота на диких кошек чрезвычайно сходна с охотой на рысей. Мне никогда не случалось стрелять по дикой кошке, вероятно, потому только, что я мало жил в тех местах, где они водятся, но убитых и задавленных собаками я видел много. Однажды в окрестностях Агу Серебряного Рудника раннюю осенью ходил я за рябчиками, перемерил уже много крутых и лесистых гор, перешел несколько узких логов с шумящими горными речками, хотел уже отправиться домой, потому что устал как собака, как говорится, ибо я с самого раннего утра таскал на себе яктаж, набитый рябчиками и сухой закуской. Взойдя на небольшую горку, которой с левой руки прилегал небольшой скалистый утес, сел отдохнуть, закурил походную свою трубку и стал поглядывать своего товарища, который, по моему расчету, должен был быть недалеко от этого места. Прошлось полчаса, я отдохнул, но досадовал, что не идет мой товарищ, потому что стало уже смеркаться, я встал, раскрыл уже рот и только хотел погромче подать ему голос, как вдруг со женях в тридцати от меня я увидел дикую кошку, тихо пробирающуюся к утесу с какой-то ношей во рту. Я едва удержался, схватил ружье и хотел в нее выстрелить, но собака моя, тоже заметив ее, не дождалась выстрела и бросилась к ней, кошка, услыхав шум, мгновенно скрылась в чаще. Все иллюстрации из книги можно найти на сайте кинотеатра Охотника по ссылке в описании. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Все ссылки в описании к видео.